Доброго дня всем посетителям! Как обычно напоминаю, что на YouTube-канале я не занимаюсь никакими продажами, ничего не рекламирую и вообще никоим образом не заинтересован в материальном продвижении темы по вихревой медицине. Мною движет только некий призрачный долг, а желание помочь всему человечеству в здоровом образе жизни. Так как когда-то лет 30 назад моя жизнь висела на тонкой ниточке, но я смог выкарабкаться по ней. Вопреки всей медицинской мафии и с тех пор к ним принципиально не обращаюсь, чего и вам всем желаю. А помог мне избавиться от кучи серьезной болезни, принципиально здоровый образ жизни, смена мировоззрения и парапсихология, которые меня обучили в 92 году в высшей школе биоэнергетики. А последние два года еще больше помогли очистить себя от накопившихся уже возрастных болезней мои глубокие исследования в области вихревой медицины. Из-за одного моя деятельность уже помогла многим, сотням, так сказать, моим пациентам избавиться от бесчисленного множества различных болезней и многим начать новую жизнь. Правда, моя уже углубленная деятельность, видно, стала костью в горле некой государственной мафиозной структуре под предводительством спецслужб, отчего они совершили на меня покушение пару недель назад, о котором я рассказывал в прошлом выпуске в конце. Хотел продолжить в этом выпуске, так как этот случай приобрел весьма серьезные доказательства покушения, но решил сделать отдельный выпуск. Поэтому переходим к третьей части тестирования присланного мне комплекта и подытожим результат. Сегодня мы рассматриваем посох, который был в комплекте. Немножко с измененными характеристиками, как я уже говорил, вот этот вот генератор. Я немножко подкрутил, подвертел. Он стал работать получше, мощнее. Соответственно, и результат. Я немножко сейчас сделаю меньше свет, чтобы показать, вот у меня три индикатора светодиодных горят. Ну, это чисто то, что паразитное показывает. И вот лампа светится одна, вторая. Все светится и работает прилично. То есть, даже на этом генераторе вполне получается, что достаточно мощный выход от посоха идет. Ну, здесь можем посмотреть. Значит, вот здесь где-то около 800 милливольт. Это то, что идет на резисторе 1 Ом. И синий. Это то, что уже как бы выход генератора или вход этого тора. Как я говорил, что этот замер, он неправильный и непринципиальный. На него смотреть даже и не стоит. Ну, чисто так, для показа. Немножко то, что есть смещение и все. И у него амплитуда 450 милливольт, но умножимая на 10. То есть, 4,5 вольта. Вот, как видите, тут вполне все отлично светится. Вот этот чисто статический индикатор. Он загорается где-то на 2,5, даже 3 сантиметрах. Очень хорошие результаты. Для посоха. Именно для посоха. Уже для торов плоских там это может быть больше, меньше. Это уже другая тема. Факт то, что для посоха надо, чтобы вот именно такая амплитуда была. И не просто амплитуда вот эта, паразитная, а именно чистой энергии. Статической. И как видим, она присутствует и довольно прилично. Вот это то, что я вам показываю сейчас. Это чисто такой штришок к конечному результату. В общем, посох сделан хорошо. Мне понравилось. Именно то, что разборная конструкция. Есть, правда, свои нюансы, о которых я позже расскажу. Но это все мелочи. Теперь я вот что хочу показать. Кроме всего прочего. Значит, вот это я собрал. Вот это тот же, опять же, датчик. Тоже здесь катушка. Ферит. Это от телевизора со строчником. С авдеповского еще. Ну, два светодиода, как обычно. Здесь я сделал из четырех диодов мостик. Конденсатор так. Можно было и не ставить. Но у меня привычка всегда ставить. Хоть какой-то конденсатор. Здесь 3300 стоит. Да. Для чего это надо? Я вам сейчас покажу. Замер один. В миллиамперах. Значит, для чего это надо, как я говорил уже не раз. Но вот не помню. Здесь я, наверное, не говорил, вот когда при тестировании. Что вот все эти вот плоские торы желательно все-таки держать не прямо на теле. А на неком расстоянии. Особенно, если, например, рана поверхностная. Вот, например, вы порезали руку, и вам надо, чтобы эта рана зажила. И не надо класть, например, тор прямо на рану. Желательно его класть где-то так 2-3-4 сантиметра, а то и 5. В этом есть две причины. Вот одна из причин я вам показываю. Вот это вот датчик паразитных излучений, радиоизлучений. И мы смотрим, что вот сейчас, например, здесь. Я потом еще покажу наторием и плоским. Вот, например, 3 миллиампера. Это вот у нас эти светодиоды. Сейчас тут есть свои погрешности, есть свои неточности. Но это не важно особо. Вот, где-то вот 4,5-5. Будем считать 5 миллиампер. Причем тут труба мешает. Если бы не мешало, здесь было где-то 6-7, а то и может 8 миллиампер. По максимуму. То есть, когда вы прикладываете тор прямо к телу. Теперь отводим немножко в сторону. Вот, например, сантиметров 5. И смотрим сразу, какое резкое понижение. Практически в 10 раз. Вот именно одна из причин, почему я вам говорил. И говорю, что желательно, чтобы все эти излучатели были от тела, находились на расстоянии некоторым. Это, чтобы максимально уменьшить. Все-таки в 10 раз излучение уменьшается. Но именно паразитное излучение. Статическое излучение, оно наоборот. Если присмотреться, так сказать, к нему правильно. Оно имеет вот такую форму. Примерно. То есть, эффективную форму. И самое, ее ядро находится, самое лучшее, где-то, например, здесь. Где-то в этом районе. То есть, когда вы направляете, например, на рану поверхностную, вот это ядро. То у вас получается фокус именно на ране. Конечно, если у вас рана внутренняя, где-то внутри, ну, это уже в самом теле, например, там вот печень, вы там где-то почки. И то, почки на поверхности, опять же, можно делать зазов определенный. Ну, какие-то глубокие, особенно там, например, легкие. Вот, то там, конечно, поближе нужно, потому что надо уже проникновение вовнутрь ввести. Ну, именно вот этот вот центр, ну, в плоских, там немножко по-другому. Там более широкая диаграмма. И центр, он более размазан. Но, тем не менее, он все равно находится не тут. Здесь, в основном, находится паразитное излучение. И здесь нет разгона именно статического. А самый разгон, когда оно вот действует самое такое, концентрированное, оно образуется именно где-то вот в этом месте. Так же, как и в Торах. Вы сами можете поэкспериментировать, проверить. Это не то, что я голословно вам рассказываю. Во-первых, это мои наблюдения. Во-вторых, это доказательства от тех людей, которых я уже лечил этими вещами. И показывало эффективность, насколько именно от расстояния зависит эффективность лечения. То есть, если клали плотно, оно было видно, заметно, что излечивается, но как-то медленно. Как только фокусировочку меняли, тут же эффективность возрастала в несколько раз. То есть, это не мои голословные слова, это практика. Вот поэтому, как видите, вы убиваете двух зайцев. Максимально, ну, по крайней мере, в 10 раз, как минимум в 10 раз уменьшаете парадизитное излучение. То есть, если здесь мы посчитаем, например, 5-6 миллиампер, при около 3 вольт падения напряжения на этих светодиодах, грубо, мы считаем грубо. Это пускай будет где-то примерно 15-20 милливатт. Тоже все грубо. Особо не имеет значения. Факт то, что это в 10 раз уменьшается, получается уже не 15-20 милливатт, а 1-2 милливатта. Это значительно меньше. Это уже значительно меньше, чем тот же взять сотовый телефон или даже Bluetooth гарнитура. То есть, вот уровень Bluetooth гарнитуры, к примеру, да, вот такой вот. Он в несколько десятков раз меньше излучает, чем если вы к уху прикладываете сотовый телефон. В несколько десятков раз. А вот представьте, что как минимум в 10 раз вы уменьшаете паразитное излучение на свое тело. Оно все-таки как бы ни было, но вред от этого, хоть небольшой относительно, но есть. А так как у людей разный уровень чувствительности к этим всем вещам, излучениям, то могут быть проблемы. Поэтому я и говорю, что желательно всегда на расстоянии. А посох, именно посох как раз дает возможность отходить от этого всего паразитного аж на полметра. То есть, вот в данном виде, вот этот посох, к примеру, если взять. То возле него можно стоять где-то, ну, полметра. А многие, как уже и по практике, как я знаю, я его чувствовал, я свои вот, ну, правда на усиленных генераторах. Я чувствовал на 2-3 метра его излучение. А вот когда у меня вот так вот было, это я уже привык, у меня сейчас, да еще у меня передоз и все остальное. Ну, и вот я после удара, того, что я вам говорил, тоже у меня тут свои нюансы. Вот. А раньше, вот мне вот это расстояние, я полчаса, все, мне надо было его выключать, потому что я уже не мог. Просто настолько меня сильно било излучение. Мощное, мощное, но чистое. И чувствовал, я говорю, на 2-3 метра. И другие, вот сейчас уже очень много, уже люди сделали посохов. Уже вот, и вот человек наладил выпуск, уже массовый. Их делают днями и ночами. И вот, уже многие испробовали, поняли. И мне передают, вот, и кто в личку, кто куда. Вот, очень много результатов, очень интересных. Я потом буду делать как-то обзор по этому поводу. Так что, вот мы посмотрели. Вот сейчас у нас, то, что желтое, вот, 850, 850 милливольт выдаёт генератор. Здесь все отлично работает. Кстати, уже чувствую, да, надо что выключать. Тем более, он лежит перпендикулярно. Это не очень хорошо. Все, будем выключать. Так, и сейчас перейдем уже... Сейчас вам еще покажу. Вот на этих. То, что я вам хотел, паразитное показать. Вот теперь смотрим здесь. Так, показываю. Вот. Ну, 5-6 мА примерно. Можно нащупать где-то 5-6 мА. Вот по центру. Вы ее плотненько к телу прикладываете, получаете излучение где-то... 20 милливатт. Грубо, опять же говорю. Поднимаем. И вот я где-то поднял... Да, вот где-то 5 сантиметров. Примерно на 5 сантиметров поднял. Вот. Больше чем 10 раз сигнал упал. Мощность. То есть вот здесь она уже значительно безопаснее. Вот на этом расстоянии. А соответственно, так как у нас излучается статика вот таким образом, то цент, это вот как факел или горелка, вот примерно вот так же. Оно здесь образует определенную структуру. И в этой структуре вот этот вот цент, он самый значимый. Потому что здесь идет разгон, здесь идет уже затухание, а цент самый мощный. То же самое и с этим. Ну, тут он свои характеристики. Вот тут у него пошло именно на синим, то есть это 8,5 вольт. Хотя здесь вот падение наоборот. А пошло... То есть обратка вот эта вот у него проникает очень сильно. Аж подымает на 8,5 вольт. Почему я говорю, что никогда не смотрите выход генератора, или так сказать, вход катушки. Или того, что вы меряете. Это все неправда. И вот смотрим. Тоже где-то 5. 6. Опять подымаем. И вот видим. Тут у него, даже у него, так как он более концентрированный, то у него чуть ниже вот этот пик. Если в этой он чуть выше, то здесь он ниже. Но тем не менее, вот больше чем в 10 раз сигнал уменьшается, паразитный. А качество лечения улучшается. Начнем с блока питания. Я рекомендую все-таки брать вторичный источник. Так как этот и без стабилизатора, и без фильтров, и вообще без ничего. Он годится только для зарядки чего-либо. Там не имеет значения все эти параметры. Тут же для этого генератора все-таки важно стабильное напряжение и стабильный ток. Опять же, теперь генератор. Коробочка подходящая, может быть, но есть такой нюанс. Вот эти разъемы очень тяжелые. Кабель очень тяжелый. Коробка очень легкая. По практике обычно всегда это все елозится, крутится, вертится. Люди лежат, сидят с этими торами плоскими, забывают, что они там где-то куда-то подложили, где-то разложили. В результате из-за того, что кабель тяжелый, он плохо тянется, соответственно, коробочка легкая, она постоянно до коробки будет падать. Это есть недостаток. Ну, относительно, это чисто из практики. То есть, слишком легкая, тут слишком тяжелая. И оно будет постоянно себя перевешивать. То же самое с этими разъемами. То же самое, как и с посохом. он получается, что вот этот кабель он будет слишком сильно пружинить. Он тяжелый, разъемы все тяжелые, а коробка легкая. И эта коробка будет постоянно вот так туда-сюда летать. Пока ее не добьют. Поэтому тут надо придумывать так, чтобы было соотношение. Провод был полегче, а корпус был потяжелее. Ну, то, что два разъема таких, тоже, как говорится, Федляйн Барин, я, например, применяю это вот такие разъемы, как блок питания. И многие так применяют. Ну, какое желание есть разъемом, это другой вопрос. Естественно, он очень надежный, но относительно дорогой, и он тут особо и не нужен. Все-таки это тут 300 килогерц, они 300 миллиардерц. С кабелем. Да, еще по генератору все-таки надо туда ставить фильтр обязательно. Вот как я показывал, что ставится фильтр по питанию, который не дает и генератору выдавать куда-то наружу лишние гармоники и помехи и принимать на себя он ничего не будет. А тут нету никаких фильтров. Мало ли где что-то чего-то будет, что будет одно другому мешать. Ну и желательно все-таки его более точно выставлять на более приличную мощность. Номинальную мощность, потому что он будет слишком слабо выставлен. Про дерево я говорил, что он будет сильно мазаться, засоряться в конечном итоге. Не совсем практично. Насчет тора я тоже говорил, что обязательно надо во что-то какой-то мешочек, потому что мало того, что не гигиенично, но и главное, что туда будет все засыпаться, все закидываться, жировые какие-то дела, это все будет влага какая-то и он будет терять свои свойства. Потому что когда между этими всеми витками что-нибудь будет сюда все время закидываться, в конечном итоге он будет работать не очень хорошо. В принципе самое главное статики опять. То есть радиопаразитное излучение он будет давать, а вот статику будет давать слабо. Потому что она вся осядет на этих жировых прослойках. Еще один нюанс, который мне тоже не очень нравится то, что вот этот кабель толстый и он протянут сильно по периметру. Он забирает статическую энергию на себя тянет. Получается, что форма сигнала, а я считаю, что особенно в посухе это важно, симметрия. и во всех вот этих местах должна быть симметричная система. То есть излучение должно быть симметричное. Если оно будет искажено, соответственно оно будет однобоко влиять на то, куда нам надо излучатель поставить. И это может быть какие-то побочные эффекты из этого измекать. Поэтому желательно все-таки поменьше сюда металла добавлять, потому что он на себя забирает вот эту статику. Самое главное статику. В том то дело, что паразитное радиозлучение он не забирает, а статику забирает. Ну с этой я говорил, дерево все хорошо, красиво, но опять же надо обязательно тогда какой-то чехол. Потому что все это расклеится, все это засовется и пропитается лишними какими-то непонятными делами при эксплуатации. Опять же толстый кабель. Мне не очень нравится, что он все-таки толстый. Еще такой нюанс. Я в прошлом раз уже сказал, что на этих особенно вот на этой плоской завышенная емкость она должна быть значительно меньше. То же самое даже на этой. Здесь должно быть где-то 400-500 пик. На самом деле здесь 800-800 чем-то было. На посохе то же самое. Там завышены везде емкости. Я подозреваю, что это может все-таки из-за этого кабеля. Хотя непонятно почему. Я уже проверил. У меня там был кусок похожий. Проверил. Ну не знаю. Может быть он добавляет 200-300 пик. А это все поглощает именно самое главное статику. лишняя емкость которая извне приходит она мешает. Вот вероятнее всего из-за того что здесь завышенная емкость поэтому и вот когда я проверял даже своим вот мой индикатор оно все не хотело давать. Хотя брал свою плоскую с МКТФ и все отлично светилось при том что генераторы при тех же сигналах. Да по поводу индикатора я все-таки рекомендую именно брать эти 5730 ленты. Это светодиоды самые чувствительные и самые достаточно качественные для этого. Так сам посох. конструкция разборная понятно здесь все плотно сделано все интересно сделано но все-таки я считаю что обязательно надо закрывать излучатели пленочкой вот это пищевая пленка которую я уже показывал на своих они у меня все закрыты две причины главные то что все-таки люди будут прикасаться к этому и их будет щипать неприятно это одно второе со временем так как они будут все время это касаться оно в конечном итоге размотается оно держаться все время так не будет оно в конечном будет постепенно постепенно раскручиваться и надо будет скотчем прилеплять то есть изначально желательно это все закрепить чтобы оно было нормально то же самое с этой стороны ну здесь вариант да еще бы я что все-таки хотел бы чтобы немножко все-таки продлить здесь во-первых запас есть и здесь запас есть можно даже выйти вот сюда ничего страшного излучатель добавить то есть на большую длину конечно здесь можно было бы и ближе но так как здесь конструкция такая она не позволяет ну уже ладно да и еще главное вот я наверное тоже не говорил про посохи что когда они стоят перед вами то вот например вот вот этого дополнения и самой стойки недостаточно высоты вот на средние на среднюю высоту человека рост в общем короче так вот это вот тор он должен быть примерно ну минимум на уровне пояса а это получается значительно ниже уровень пояса или даже лучше если оно будет где-то так на солнечном сплетении вот эта середина желательно но крайний случай это говорю вот этот пояс но не ниже а в данной конструкции получается что только для детей это более-менее нормально вот этот тор будет как раз детям наверное по пояс а для взрослых надо подымать то есть ставить на какую-то коробку дополнительную то есть тут вот эта стоечка которая еще одна дополнительная плюс основание если оно того мало еще надо будет приподымать это я уже специально сфанфриел мерил и по себе и по другим я так сказать проводил испытания этого посоха и на себе я проверил все так то он отлично работает все хорошо и вот на умощненном генераторе и вот на этом генераторе все отлично ну и желательно сюда все-таки добавлять вот как у меня индикаторы это тоже в принципе вот так можно полоску значит просто проводочек один появится и второй вот один и второй вместо вот как здесь вот фольга с двух сторон а здесь можно просто проволочке один одну проволочку запускать вовнутрь туда вот чтобы она в трубке там где-то болталась а вторую проволочку где-то вот выводить сюда на край и оно будет все отлично светиться и с этой стороны и с этой стороны чтобы оно показывало то есть если вдруг у вас не симметрия какая-то вот то есть или с разъемчиком что-то или плохо вставили или забыли вставить или что-то случилось вот здесь вот оборвали чтобы это было видно для посоха важна симметрия тогда он работает полноценно именно то что вот полностью восстанавливает оболочку защитную для чего он главное и предназначен для накачки защитной оболочки соответственно при накачивании что у нас происходит и некоторые болезни начинают вылетать просто и здоровье повышается резко ну многие уже писали у кого как что происходит очень интересные вещи вот и последнее многие возможно возмущаются почему я так жестко подхожу к тестированию цепляюсь за все ребятки усвоите главное те кто занимается изготовлением этого оборудования и продажами по вихревой медицине должны понимать всю ответственность своих действий вы не градусники делаете или тренажеры по похудению вы делаете устройство которое воздействует некой необъяснимой для вас энергии на организм человека одни одни боятся этой энергии необъяснимой очень многие боятся другие принимают но у них почему-то как-то слабо действует или не то или не так ну то что методики само собой должны быть надо людям обязательно объяснять что то 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 последовательность действий какие что ограничения ни в коем случае не спать с ними там максимум 2-3 часа в сутки и так далее только в исключительных случаях каких-то что-то делать там уже крайние случаи и то все должно быть осторожно это как и с лекарствами со всем что вы бы не принимали чтобы даже то что вы если вы постоянно переедаете у вас будут проблемы то же самое и здесь если вы слишком нагрузите организм будут тоже проблемы а проблемы эти не нужны люди боятся это воспринимают очень опасливо а мало того так еще и куча уродов которые сейчас вот настраивают против вихревой медицины то есть то ли им задание дали то ли они из-за своей убогости решили вот так вот потявкать факт то что чтобы им не давать пищу для ихнего тримфа ни в коем случае нельзя делать халтуру из этого всего вы должны сделать так чтобы она работала и работала на номинальном и обязательно чтобы это была статика не проверяли вот этими индикаторами вот проверили выхлопную трубу как я вам рассказывал в прошлый раз дымится ну и хорошо и пошло ни в коем случае надо обязательно проверять вот такими вещами или вот теми же лампами теми же другими индикаторами я скажу я сейчас еще буду усиленно работать над индикатором который позволял бы замерять на большем расстоянии на 20 30 50 сантиметров чтобы можно было видеть что эта статика идет на самом деле иначе нас просто заклюют а люди потеряют веру и возможность по-настоящему оздоровиться без всякой этой химии без аптек без этого убожества которое у нас сейчас существует в медицине так что старайтесь не делать халтуру а делать что-то настоящее и поэтому я буду вас ругать но не из-за того что я вот такой вот хотя конечно все знают что я то что касается разоблачения то тут я непримрим я всегда был против паразитов и виртуальных и реальных вот это паразиты реальные которых мы излечиваем и изгоняем из тела человека вплоть как я вам уже говорил про энергетические сущности которые внутри нас иногда сидят и паразируют это тоже паразиты и вот есть энергетические паразиты есть физические паразиты а есть паразиты которые распространяют по ютубу и везде еще хуже чем просто вирусы и бактерии и тому подобное болезни страшные мозгу ладно на сегодня все буду готовить видео по тому случаю что со мной произошло это будет шокирующее все счастливо всем до свидания и здоровья будьте все здоровы